Мы дождались. Да, наконец-то вышел NMT2 ребут. Итак, для начала вспомним, что же было в предведущей серии. Итак, Замазыч нашёл журнал с кроссвордом. Он со своими друзьями практически его решил. Но тут встал вопрос. Последний. Какая самая лучшая буква русского алфавита? И на него у обжектов не было ответа. Спустя какое-то время к ним пришёл символар, который назвался лучшей буквой русского алфавита. Замазыч не успел написать его имя, так как конкурс на миллион тысяч кончился. Но и краткий, так себя назвал новый хост, объявил о начале нового конкурса на миллион тысяч, а именно испытания на миллион тысяч. В первом испытании победил Пикчер, а зрители голосовали, какой приз он получит. И мы переходим к объекту сегодняшнего разбора. И нам это два ребута. Итак, быстрый пересказ событий. После событий первого эпизода замазыч и стёрка остались сидеть, ну, висеть на дереве. К ним подбежала брелок и начала орать на замазыча. После прилетела нонсенсу и взобрала замазыча, стёрку, бутылоча и брелка. Затем нам показывают кнайфа и лампочку, у которых не было в самолёте мотора. Из-за чего они остались на, собственно, кисло-мушистой поляне. Затем к ним падают другие обжекты. Стерка выказывает своё недовольство по поводу испытаний. Но тут появляется краткий. Корректирует замазыч у голос. Ну и дальше. Ты не знаешь, где остальные наши друзья? Я что-то не могу найти их. Они сдохли. И краткий просто их воскрешает. После реакции обжектов на то, что они умерли, следует вручение приза пикчеру. В итоге пикчер получил апельсин. А печеньку и бумажку забрала таинственная рука. Которая, скорее всего, по моей теории, является суши-богом. Дальше нам показывают, что клевень не такой уж и добрый, как мы до этого думали. И то, что он так-то очень сильно ревнивый. Ну и после этого следует второе испытание. В оригинальном эпизоде суть испытания заключалась в том, чтобы положить в металлоприемник монеты. В новом же эпизоде смысл испытания это положить в металлоприемник любые металлические предметы. Ну и в итоге этого испытания проигрывает Сока. Итак, что можно сказать? Серия получилась хорошей. Очень красивой. Иногда упоротой. С интересным переработанным сюжетом. Ну, я думаю, что она заслуживает 9 металлоприемников из 10. На этом всё. Всем удачи и всем пока!